Всем привет! В эфире Универньюз, а студия Адель Шамилова. Наша команда уже подготовила для тебя самые интересные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ рассказал о стратегии развития педагогического образования. Студенты и преподаватели станут донорами костного мозга. Казанские журналисты разыграли футбольный матч. Каковы итоги? В КФУ прошло заседание, посвященное педагогическим наукам. На нем была представлена система педагогического образования Казанского университета и рассмотрены вопросы подготовки будущих педагогов в высших учебных заведениях. Подробности в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось заседание Федерального учебно-методического объединения по укрепненной группе специальностей и направлений подготовки, образования и педагогические науки. Участие в заседании принял вице-президент Российской академии образования Владимир Лаптев. Открыл мероприятие ректор КФУ Ильшат Гафуров с докладом «Педагогическое образование в Федеральном университете. Миссии содержания перспективы». В нем он рассказал о развитии педагогического образования в Казанском университете, структурных изменениях институтов и современных методиках, используемых при обучении. В частности, было озвучено, какие цели реализуются с помощью лицеев, находящихся в структуре университета. Они являются все-таки площадками для апробации новых технологий, разрабатываемых нашими учеными, которые затем возвращаются назад в университет и внедряются уже в учебный процесс подготовки будущих учителей. Также на заседании были рассмотрены вопросы моделей подготовки педагога, вариативности образовательных программ, единых подходов подготовки по образовательным программам и другие темы педагогического образования. Артем Тупичкин, Ленардо Валетяров, Универньюз. Рустам Мениханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама. В нашем следующем сюжете вы узнаете, насколько судьбоносным для татарского народа стало это событие. Президент Татарстана Рустам Мениханов поздравил жителей республики и живущих за ее пределами татар с Днем официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Это стало ключевым и поворотным моментом не только в жизни татарского народа, но и повлияло на весь исторический ход событий евразийского континента. В 2010 году первый президент Республики Татарстана Тимишарев Шаймеев, опираясь на исторические источники, выразил предложение о этом празднике, который бы стал днем единения в том числе и мусульман Республики Татарстана и всей России. Этот важнейший исторический шаг определил развитие народа на тысячу лет вперед и привел к дальнейшему расширению экономических и культурных связей народов по Волжье и при Урале с арабско-персидскими государствами. Принятие ислама помогло булгарской аристократе оставить распри и объединить племена, укрепить мощь и государственность народа. Исторический факт поездки миссионера арабского халифата в Булгарию отражен в голливудском фильме «Тринадцатый войн» в исполнении актера Антонио Бандераса. В мае, 19 мая 1922 года делегация прибывает на территорию современного Татарстана. И хан Алнуш принял делегацию и с тех пор, собственно, и мы можем считать, что именно с этого дня религия ислам стала официальной для всего населения Волжской Булгарии. Казанский федеральный университет является центром исламского образования. На базе КФУ работает Центр «Исламик». Это крупный и динамично развивающийся образовательный центр с развитой инфраструктурой, сложившимися научными школами, значительной методической и учебной базами. Система исламского образования в Республике Татарстан отражена как многоуровневая система, которая развивается на принципах интеграции и преемственности. Территория Республики Татарстан – это важнейший центр исламского высшего образования. И наши партнеры, Российский исламский институт, Казанский исламский университет и вот присоединился с сентября 2017 года Булгарская исламская академия, они взаимодействуют в рамках этой программы именно с Казанским федеральным университетом и нашим ресурсным центром по развитию исламского и исламовического образования. Ранний ректор КФУ Ильшат Гафуров в Москве представил исполняющей обязанности министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой обновленный план мероприятий по подготовке в КФУ специалистов различных профилей с углубленным изучением истории и культуры ислама. Диана Шилова, Льнард Бельтьяров, Универ Ньюс. Студенты и представители КФУ станут донорами костного мозга. Кто и где примет участие в донорской акции, смотрите прямо сейчас. Казанский федеральный университет совместно с Росфондом дал старт донорской акции, посвященной Дню защиты детей, которые отметят уже 1 июня во всем мире. В первый день акции на площадке Института фундаментальной медицины и биологии КФУ прошли лекции, на которой представители КФУ и Росфонда рассказали студентам о том, как стать донором костного мозга. Входя в базу потенциальных доноров костного мозга, человек имеет возможность помочь тяжелобольным детям и людям в общем. И мы хотим привлечь внимание студентов КФУ, так как это молодежь, я думаю, сознательная молодежь. И сотрудники Росфонда приехали в университет, чтобы рассказать об этом направлении. Данная акция продлится два дня. Уже 22 мая студенты Казанского университета смогут стать донорами костного мозга. Вот шесть адресов будет озвучено, по которым инвитера будет принимать потенциальных доноров. Вот когда вы становитесь донором потенциальным, нужно быть уверенным в том, что вы готовы сдать клетки. Поэтому мы предварительно проводим лекции, чтобы рассказать о том, что это такое. Это все очень новое для людей. И нам нужно рассказать, какие методы сбора клеток бывают, сколько времени они занимают и зачем все это нужно. Адельша Милова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В 1918 году в Елабуге состоялся первый съезд удмуртов. Это историческое событие положило основу государственности этого народа. О том, что происходит в Елабуге сто лет спустя, расскажет Олег Кашин. Елабужский институт Казанского федерального университета отметил круглую дату в своей истории. Ровно сто лет назад, в 1918 году, в стенах института прошел съезд, положивший начало государственности удмуртского народа. А уже в наше время, 18 мая, здесь состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, приуроченная к этому событию. Участниками мероприятия стали около 300 человек. Все они — потомки организаторов первого съезда, государственные деятели, известные ученые. После пленарного заседания работ в конференции продолжили шесть секций, на которых обсуждались вопросы сохранения, развития, дальнейшего изучения и использования историко-культурного наследия удмуртского этноса. Олег Кашин, Ильшат Ахмадиев, Айдар Салихов, Универньюз. В КСК КФУ «Уник» состоялся мини-футбольный матч между студентами и выпускниками факультета журналистики Казанского университета. Подробности далее. 19 мая в день печати Республики Татарстан в спортивном зале культурно-спортивного комплекса «Уник» состоялся мини-футбольный матч между студентами Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и выпускниками факультета журналистики Казанского университета. Необходимо отметить, что и сборная выпускников, и дружина нынешних студентов — это кубковые команды. Выпускники брали кубок КФУ в 2013 году, а студенты сделали это в текущем сезоне. Итогом игры стал счет 4-4, и в соответствии с правилами игры футболисты должны были исполнить послематчевые пенальти. В результате команда студентов факультета журналистики одержала победу над выпускниками. Ребятам и достался кубок высшей школы журналистики и медиа-коммуникации КФУ. Адель Шамилова, Диана Паскарь, Роман Полинсков, Универньюз. 21 мая в Казанском федеральном состоялась ночь открытий. Данное мероприятие имеет формат образовательных интенсивов, а его гости получают возможность стать студентом на одну ночь, узнавая самое интересное из жизни университета. Чем запомнилось данное мероприятие, мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Также в цикл «Ночи науки» в Казанском федеральном университете вошла и ночь музеев. Самыми яркими моментами акции поделится наш корреспондент. В рамках акции «Ночь музеев» в Казанском федеральном университете прошли многочисленные концерты, экскурсии и музейные занятия. В музее имени Николая Лобачевского состоялось открытие выставки «Наше общество. Ученое братство». Мы постарались на этой выставке представить через экспонаты музейных коллекций роль общества в изучении Востока России. Праздник продолжился в фойе главного здания КФУ, где выступил камерный хор «Гармония» Международной ассоциации выпускники Казанского университета. Позже выступление вокалистов продолжилось в императорском зале в рамках концерта «Наша весна», где кроме выпускников выступили и студенты КФУ. 19 мая в рамках «Ночи музеев» прошел пятый традиционный открытый хоровой фестиваль «Сотворение», одними из организаторов которого являются Казанский федеральный университет и Международная ассоциация выпускники Казанского университета. Фестиваль знакомил широкую публику с культурой и исполнительским мастерством хоровых коллективов из разных регионов России. Екатерина Галичева, Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы оставаться в курсе всех событий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok